Скажу, что игра оказалась не очень легкой, тяжелая игра, потому что, во-первых, поле, мы не ожидали, что оно будет очень такого плохого и плачевного состояния, потому что в высшей лиге команда не должна играть на таких полях, на такого качества полях. Ну, понятное дело, что поля для одной и второй команды одинаковые, но все равно такого не должно быть, мое мнение, и мнение команды, я уверен, что они со мной согласятся, поэтому было тяжеловато. Ну, а так по игре что-то получалось создавать, все равно какие-то моменты создавали, к сожалению, давали создавать и сопернику, поэтому поплатились, пропустили два гола, один со штрафного, хороший гол, но... Ну, и закончили 2-0, первый тайм, хорошо, что 2-0, потому что у Минска еще были какие-то подходы в конце первого тайма, 2-0, но загнали себя в такую ситуацию, и пришлось во втором тайме, так сказать, героически спасаться. Насколько сильно повлияли эти клапп опущенных мяча на планную игру? На планную игру повлияло поле больше, потому что мы приехали и, в принципе, отказались от той игры, которую мы хотели показывать с этой командой, в плане контроля мяча, каких-то оппозиционных атак и все остальное. Мы, когда перед игрой вышли на поле и поняли, что, в принципе, играть низом будет достаточно сложно, поэтому немножко упростили игру, начали где-то перестраховываться длинными передачами и играть, а то, что 2-0, счет стал, ну, стало, стало, пришлось спасаться, ну, спаслись. К сожалению, ни третье не забили, но так как складывался матч с 2-0 сделать 2-2, ну, тоже, скажу, что неплохо, в принципе. Несмотря на 4 ничейные результаты у команды сейчас 5 матчев и беспроектовая серия, с каким настроением, в общем, подходите к матчу с лидером Чиканда Смельским-Динамо? Конечно, в боевом настроении мы подходим к матчу, потому что мы играем, во-первых, на центральном, и я надеюсь и приглашаю посредством данного интервью, чтобы людей, наших преданных болельщиков и всех любителей футбола на стадион центральный, потому что это суббота, это 7 вечера, я думаю, что погода будет позволять, плюс хороший соперник, поэтому хочется, чтобы люди пришли, создали какой-то антураж, и это нам поможет, и дай бог мы одержим победу с таким серьезным именитым соперником.